Вы думали, что переживете войну? Нет, я так не думал. Я думал, что однажды меня достанут. После того, как меня 7 раз ранили, я думал, что будет еще точное попадание, но на фронте на это не обращают внимание. Если постоянно об этом думать, то либо сойдешь с ума, либо сбежишь. Солдат на фронте знает, что каждый день, каждую минуту, каждую секунду он может погибнуть. Если постоянно об этом думать, то не выживешь. На начало 1941 года вермахт считался лучшей армией в мире. Да, считался. Мы уж прямо так не думали, но чувствовали себя хорошо, конечно. И почему вы в конечном итоге проиграли? Потому, что блоха укусить слона может, а убить нет. Германия слишком маленькая. Армия была в порядке. Мы могли защитить Германию от нападения нормального врага. Мы гордились своим оружием без вопросов. Даже в России, где части были сильны, храбры, мы были уверены в своих силах. Правда, эта уверенность была безосновательна, но была. Но на длинном промежутке времени сил было слишком мало. Вы слышали о приказах о комиссарах? Да, наш командир 1-го корпуса фон Бот, старый кайзеровский офицер, сказал, этот приказ я дальше не передаю. И нам этот приказ не зачитывали. У нас солдаты солдат не расстреливали. Мы друг против друга воюем, но не убиваем. Я вообще ни одного комиссара за всю войну ни разу не видел. Русских офицеров много видел, но комиссаров никогда. Зимой 1941-го из-под луги остатки нашей дивизии, разбитой под Гатчиной, повезли в Эстонию. Там нас должны были пополнить. Через пару дней мы получили приказ взять остров Пи-Исар на Гдовском озере. Мы его захватили ночной атакой по льду. Русские части бежали. Одну часть с зенитными орудиями мы взяли в плен, не дали ему бежать. Там был один мертвый русский, который, мне кажется, должен был быть комиссаром. Я очень редко видел так хорошо выглядевшего русского. Настоящий викинг. Не с русским, а с нордическим лицом. Классный парень, но мертвый. Больше я комиссаров не видел. Мы знали, что они имели сильное влияние на командование, что они повышали устойчивость войск, но я ни одного не видел. Насколько активно действовала русская разведка? Разведывательные группы, а с ними еще часто были штурмовые группы, наведывались часто. Один раз хотели и меня в плен захватить, но у них не получилось. Смешно было. Я как командир роты всегда обходил окопы, проверял своих людей, спрашивал, что видно, что слышно. Я их инструктировал, что если услышит какой-нибудь шорох, нужно бросать гранату или стрелять. И вот пошел на соседний пост по ходу сообщения, и тут на меня из окопа выпрыгнул человек. Он хотел меня схватить, но это, слава богу, не получилось, потому что путь из окопа к ходу сообщения был перегражден бревном. Я еще днем приказал убрать это бревно, чтобы можно было свободно пройти, но приказ остался невыполненным. Это бревно меня и спасло. Пока он перелезал через него, я одним прыжком заскочил за угол. Он кинул гранату прямо мне под ноги. Все, конечно, проснулись, стреляли, но он уже исчез. А я опять очутился в лазарете. Тюменский бренд Кейс Гуру создал беспроводные наушники CGPods, о которых уже пишут Комсомолка, Коммерсант и Форбс. В пять раз дешевле яблок, а функций больше. Хватит на заявку в Книге рекордов Гиннеса. Потому что у CGPods самая грамотная развесовка, наушники не выпадут. И самая антропометрически точная форма, уши не ноют, как в яблоках. Самый большой в мире динамик для лучшего звука и самый прочный в мире кейс выдержит 220 килограммов. Например, CGPods X, апгрейд проверенных годами CGPods 5.0, абсолютно новая прошивка и топовый микрофон, долгожданный разъем Type-C. Самое лучшее тоже сохранили – влагозащиту, кейс и спортивный форм-фактор. CGPods Air Pro – первые в мире берушники. Двойное активное шумоподавление при воспроизведении и разговоре избавит вас и собеседника от лишнего шума. Здесь также есть режим прозрачности и игровой режим. Кстати, двойное шумоподавление есть и у полноразмерных CGPods Max, которые работают 33 часа без остановки. Покупай наушники с твоим характером на официальном сайте КейсГуру. С нашим промокодом BLACKD вы получите скидку в 200 рублей. Ссылка на промокод в описании. Немецкая разведка ходила за языком? Да, да, конечно. Во время наступления ежедневно ходили, чтобы выяснить обстановку, местность разведать, укрепления, войска, пленных взять и так далее. Мы на оборонительных позициях тоже собирали штурмовые группы, которые старались взять пленных, чтобы узнать, что за войска и их намерения. В основном они много рассказывали, но в обороне взять пленного не так просто, потому что она была правильно построена и рассчитана на отражение таких атак. Вы слышали что-то о штрафных частях? Да, конечно. Мы знали, что в русской армии их было много с самого начала. В немецкой армии тоже были штрафные батальоны. На Ладоге меня один раз сменила штрафная часть. Это были осужденные, которых отправили на фронт, и если они себя проявляли, то их реабилитировали. Это были осужденные за разные вещи, например, кражи. Дезертиров там не было. За дезертирство расстреливали, как во всех армиях. В тылу наверняка были какие-нибудь изнасилования, но если ловили, то отправляли в штрафной батальон. Каждая дивизия имела военный суд, защитником и прокурором. Если что-то случалось, то проходило судебное заседание, на котором председательствовал командир дивизии. Наказывали расстрелом, отправкой в тюрьму или в штрафную роту, или еще куда. У меня в роте был один солдат из штрафного батальона. Он там железный крес заработал. И мне его прислали как пополнение. Он мне доложился и сказал, ты реабилитирован, ты обычный солдат. Какие отношения были с Вафен-СС? Вы им завидовали? Мы очень часто воевали вместе с частями Вафен-СС. Это были великолепные солдаты, которые к тому же были гораздо лучше вооружены, чем мы. Их в первую очередь вооружали. Мы всегда были очень рады, если нашим соседам была часть Вафен-СС. На них можно было положиться. Они не бегали. Другие охотно бегали, а эти нет. С политикой они, конечно, ничего общего не имели. Вообще ничего. Это не значит, что у частей Вафен-СС не было каких-то других задач, о которых мы не знали. Определенно были. Трофеи брали? Нет. Вообще нет. С русского солдата много не возьмешь. К тому же почти каждый немецкий солдат имел наручные часы. Американцы их воровали. В плену я одного американца видел. У него на руке было восемь часов. Он ими гордился. В России ничего нельзя было украсть. Какие награды за войну вы получили? Железные кресты первого и второго класса, штурмовой значок и значок за ранение в золоте. Вы служили в бундесфере. Разрешалось носить награды вермахта? Да, носили деноцифицированные колодки. Оригиналы не разрешалось носить. Последнее ранение вы как получили. Очень негероически. Мы выходили из Эстонии и проходили мимо Риги. Там наш батальон, как резерв армии, на один день был выведен из боя. Это было 26 сентября 1944 года. Русский клин уже подходил к Риге. Мы отбили его в одном месте и отошли в лес. Там сказали, чтобы мы сидели тихо. Никто из леса не высовывался, пока не станет ясно, что происходит. Русские появились уже на опушке, но мы сидели тихо. Думали, нас не заметят. Но нас скоро заметили и начали интенсивно обстреливать из 120-ти миллиметровых минометов. Я лежал в лесу вместе с моей ротой, вырыл укрытие, как обычно, и разговаривал по телефону с моим командиром батальона. Он мне говорил, что нас вот-вот сменят. И тут мина попала в дерево над моей щелью. Осколок отрезал мне голень. Я этого не заметил, но мой связной закричал, что я ранен. Я хотел выползти из щели, но тут обнаружил, что у меня нет ноги. К счастью, это была последняя мина. Меня быстро положили на носилки, туда же положили мою ногу, которая держалась на коже. Дальше обычным путем в батальон. Там дали морфий, перевязали. Было очень больно. На перевязочном пункте врач, который меня уже знал по моим прошлым ранениям, сказал «А, ты опять здесь?». Меня прооперировали. Врач после операции меня привел в сознание и сказал, чтобы я не давал ампутировать ногу. Она снова прирастет. Отвезли в Ригу, в больницу. В ту же самую, в которой я был в первый раз. Потом я попал в госпиталь в Берлин. Абсолютно белый госпиталь с большим красным крестом у входа. Очень хорошо выглядел. Потом на маленьком кораблике туда-сюда перевозили. У меня были ужасные боли. На этом кораблике у люка, через который нас грузили, стоял белоснежный, как ангел, военный морской врач. Не такой, как мы грязные после фронта. Я ему сказал, что мне нужно снять гипс, потому что очень болит. Он сделал. Меня обследовали. Потом приехал в Свинемюнде. Слава богу, там нас выгрузили. Отвезли в госпиталь. Мне ужасно повезло, что я попал в университетскую клинику в Ростоке. Там были известные специалисты. Они смогли прооперировать еще раз, и нога опять приросла. Я потом 30 лет отслужил в бундесфере, а сейчас нога болит. Хуже становится. Как вы восприняли капитуляцию? Это, конечно, было ужасно, но это можно было предвидеть. Было понятно, что война заканчивается. Это не было сюрпризом. Но, конечно, это был плохой период в жизни любого солдата. Кроме того, я же из Пруссии. Был практически беженцем. У меня больше не было родины. Мои родители были неизвестны где, мои сестры были неизвестны где. Я был совсем один. Я лежал в госпитале один. Профессии у меня не было, я был только солдатом. Что было делать? С другой стороны, хорошо, что мне нужно было заботиться только о себе. Другие должны были обеспечивать свои семьи. Меня отпустили из госпиталя в 1946 году. Я поехал в Гамбург к знакомым. Всем спасибо за просмотр, друзья. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем удачи!